Решимский, Сибирский, Левтихий и Максим Барнаусь. Зарубежный епископ, он тоже там, да? Да, это был он домодетовский у патриархи Кирилла в последнее время, 5 лет. Хотя зарубежный, да? Да, ну, когда-то как-то так, как аноническое признание был, он признал, и все приходы эти окормлял. То есть после соединения церквей все было? Вот, пожалуйста, здесь вы по одному слову только вспомните, и любое житие, какого числа, оно сразу найдете. Я варка пища занимался, я варка дам. Сумочку какую-нибудь принесет, может, кишечка. Да мы в руках понесем, да спасибо, Господи. Для проповедника это вещь незаменимая. По одному слову так и ты можешь определить, какой святой, в какое время открытие его жития. Да, вот, вот, как же быть, вот хочется христианину грех быть неблагодарным. Как-то вот, на бензин вам хоть можно помочь? Можно. Свабо Богу. Вот только на бензин. У нас это все идет так. Потому что вы проповедите, надо помогать. Так, ты только не поймешь. Это говорят, надо быть ловцом, ловцом для ловцов человека. Вот, говорят, так. Не можешь сам быть ловцом человека. Мы завтра на утром уже уезжаем. Ловцом для ловцов человека. Вот, кому на бензин поможет? Кто сводит машину? Так, шофер, вот, спаси христос, бачка. Еще напоминаем, 10 июня, вот, понедельник, у меня день ангела и рождение. Рождение, день ангела. И в этот день мы, самый сложный момент пересечения границы. Потому что мы едем с книгой, во все государства Шенгенской зоны везем до Папы Римского. С нашими книгами. Если Господь откроет дверь, а у нас шатка, все получено, паспорта, визы, приглашение, но мы не знаем. Грузия там, тоже там собирает священников, монахов, уже приготовились. Греция нас ждут там. Но нам нужно пересечь границу. А то, что повезем, это никто нигде нет, никто не знает. Да министр не знает. Мы дарим. И нас нельзя финансово никаким прилепить. Чтобы не положить, притыкать. 90% примерно книг я отдаю даром. Господи, помоги проповеди. Так что вы были, батюшка, здесь нельзя. Слава Богу, Великая Бога. Боже промысел, батюшка, что вы здесь были. Да, здесь был священник Антрофимов, настоятель Никольского храма поселка Ютинский. Действующий клирик Шахтинской партии. Вот еще на бензин возьмите, пожалуйста. И вот, вот все. Достоверение, МПФ. Единственное, конечно, мой грех, что я был в гостях у прихожан. Может, чуть-чуть более откровенный был, чем обычно. Но, в принципе, мы конкретно общались. Заходите на наш сайт. Да, и будем читать сайт. Веда священников, знаете в чем? Что они не слышат голоса пророчества. Вот наш сайт. По слову Бога, не слышат. А когда вы зайдете на сайт, то вверху написано. В форум, вы знаете, ладно. Вот это нолики сразу. А где-то туда вешают. Да, можно еще. Что-то вам не понравится, вы на это не смотрите. Вы только сравните, сходится ли с Библией. А он о нас отзывается недобро. Ну и что? Авторитетов нет. Атархав так говорил. У него был один пророк. Да, да, он плохо мне. Михей говорит плохо. Это мой любимый пророк. Он говорит, еще пойдешь разношь. Все только однокуда. Я вам дам для ваших друзей. Спасибо Господи. Батюшин. Разно другу. Спасибо Господи. Спасибо. Еще появится. Пусть заходит. Это огромный сайт. Скачивай, дорогой едешь. Златоуство, Житие, Библия. Все, будешь слушать. Слава Божию, надо проповедовать. Господи, помоги. Вот эти слова жизни, они там ездят во Вьетнам. Еще из-за этого деньги берут. 40 тысяч платишь, и тебе разрешают поехать во Вьетнам попроповедать неделю. У нас есть периал слова жизни. И вот всякие такие. Еще деньги берут с тебя. Так, если в Mail.ru зайдете, тоже Игнать и Лапкин. Ну, не встречай, я не заходил. Иногда форумы начал читать, обсуждение. Но вот это вот изображение попадалось. А еще бывает на книжках о крещении. Это Игнатий Душаин, это Югубин, выпустил крещение. Так мало? По вашим. Да, патриархи. От благоссердия патриарха Алексея II. И вот эти, а картинка-то наша. И вот в церкви, когда узнали, что-то от нас и вас рассказали. Ликвидируйте все, сняли с приваски. Нет, у нас в соборе продается благочение. В облачении в соборе продают. Это в столице поснимали. Понятно. Из-за одной нашей картинки сняли то, что благоссердия патриарха. Большая сумма с этим. На конец интернета ничего лучше не нашли, как батюшка сходит в воду по всем правилам. А они-то этого не делают. И они начинают летать. Вот это грех не можем купить, построить малодушный. А у нас всегда возле креста, батюшка. Всегда. Нам приезжают эры монахи, игумены. Крестятся полное погружение, едут опять служить. Мы должны вернуться к истокам. Вплоть до патриарха. Ну на Афоне говорят, что на старом Афоне крестят. Те, кто в обливании крестят, докрещивают. Ну хорошо, вам вместо вина дали квас. Ритургию совершают. Вы не заметили, вы заново начнете делать. Вы понимаете, что вас обманули. Свет погасили, вы деньги получаете в окошко, а вам фантики дали какие-то. Так это второй раз. Да не второй раз меня обманули. Так и с крещением. Господи, хранируй. Дай Бог вам проповедовать. Тогда я вам еще и даду сейчас. Васька, побудьте еще. И еще сейчас дадут. Мне хватит толкований. Слава Богу. И вот симфония очень благостная. Слава Тебе-Оршу. Правда, открываешь. И самое, что было. Михаил Тверской переписывал книги. Будучи в колоде, в плену, мальчик же переворачивал страницы. Да, Слово Божие. Книга называется «Крестное православие». Некоторые епископы, которые читали, говорят, это настольная книга. Я 40 лет собирал материал. Здесь о чем говорится? По порядку. Что такое Слово Божие? По канонам, по церкви. И теперь же о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине. К истинному крещению. Все данного свидетельства. И жития, и святых, и абсолютно всего. Это 300 томов полян там перемолотили. И дальше о священстве, о церкви. Но вы найдете то, что может, говорится, голову вам поднять и взглянуть только на небо. Ну, дай Бог, да. Только бы цар сказал, что это правда его. Алексей, товарищ Господин. Это все каноны приведены до единого. Вот это православие. Нам бы сейчас вывезти из церкви тех, кто отлучен от церкви за грех. Не, ну, у нас на веке можно вывезти. А вот в соборе будет. Там, где хоть какая-то община, хоть зачатки, там можно выводить. Общины церковных. Действительно, духовная хиросима. Общин церковных нет. Господи. А батюшка говорит, не, не, все нормально храмы. У нас тут батюшка один строит храм, взял кредит 5 миллионов на себя. И 200 тысяч, чтобы построить храм, платит кредит. Скорбля батюшка. Ну, его воодушевили. Батюшка, все у тебя получится, молодец. Ничего этого не надо. Надо идти к людям. Храм Божий выиграть. На голом месте надо молиться, людей собирать. На голом месте. Вот меня спрашивают, что нужно было делать? Прямо спрашивают по интернету, когда эти плесунья в храме Христа Спасителя. Мы ходили туда, вокруг храма, поднимали руки, склонялись, молились, все засняли в интернетовой сайле. Их нельзя было пальцем трогать поганцев. А что делать? Ничего, послали. Согласно Слову Божию, храм воскверненный, большой амбарный замок, его запереть. На три месяца. И три месяца, день и ночь, молиться возле храма вместе с патриархом. Снег, дождь, а то летом было. И весь народ обратился к их страдающим. Они их тронули, а за них буквально все там и невзоры, причеты не делают. Их нельзя было трогать. Они не понимают, что делают. Этого нельзя делать. Только молиться. Они несчастные люди, отверженные. Живут в заблуждениях. Вам понятно, что я говорю? Понятно. Никакого. А там еще десять храмов открыли. Все закрыть. И три месяца молиться возле храма. Это по нашим грехам Бог допустил. Через это мы себя должны увидеть. Мы не молимся, значит они будут прислать ноги за горой. В книге Маковейской написано, когда зашел в сокровищницу, они все стали молиться, и Господь сам все уклавил. Вот что нужно было сделать. А у нас там надо их ногой, как было сразу. Ну, казаки пришли. Это самое последнее. А на их, ты посмотри, какие там митинги, там что, когда суд шел, там что делалось это. А этого бы ничего не было. Никого не трогает, мы молимся. Народ обратил бы сердце свое к страдающим. И стали бы молиться. А теперь что? Руби кресты, пили кресты, спасай Россию. Они в кресты сейчас валят, эти блудницы. Их фотографируют и показывают, какие они герои, какие молодцы. Их нельзя трогать было пальцем, они поганцы. Ну, видели, когда Павла напали, видели, что Трофимов вел в храм. И сразу храм заперли. Образец показывает, что нам делать. Вы Библию читайте. Купите амбарный замок. Заприте на три месяца. И весь народ обратился в суда. Научитесь плакать. Больше слез было, что в канале Москва. Надо начинать с себя. А не так, что они плясали. Без допущения Божьего они бы не плясали. А вот сейчас монах Афанасий стал известен. Ну, Соловьев в Вести ФМ вел. С Дальнего Востока пешком шел до Иерусалима. Ну, только речным транспортом пользовался. Пешком, годами. Но он правда грубовато пишет. Всех обличает, что они там петухи, волки и всякие. Я никого не обличаю. Я просто говорю, Писание, посмотрите на это. А он говорит, надо иной раз и обличить. Уже я не знаю, как сказать, чтобы что-то сколыхнулось. Сравнись с Библией. Больше никак не надо. Больше никак. Я ему открываю место Писания, ко святые понимают. И дальше я молчу. Я должен только молиться и плакать. Мне не дано другого. Что я буду обличать? А как Патриарх? Да никак. Я молюсь каждый день за Него и все. В нашей молитве у меня молитвы Папа, Папа, Франциск, Венедикт. Да, чтобы Господь всех привел ко спасению. Бог не желает смерти грешника. За каждого правителя. Это узнает, кто у тебя городоначальник. Приноси молитву. Жизнь тихую, безнедежную. Да, слава Богу, мы православие поддержим. Слава тебе, Господи. Батюшка, я вам один эпидр поставлю. Я служил в морфлоте. А глухонемых морфлот. М это буква М, а вот это Ф. Морфлот. Я занимался много, печатался печать, издавал книги, писал стихотворения. У меня 3467 стихотворений. Там нам музыку положено. И теперь я от всего отстал. Говорил каждую неделю 4 проповеди в храмах разных. Теперь ни одной иглой, я отошел. Единственное, что оставил МФ, молитву и форум. А что такое молитва? 118-й псалом, 164-й стих. Это я вам ее оставляю. Запомните. Написано 7-кратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. Благодарю, что плясали они в храме. Ты нас поразумил. Суды правды твоей. Благодарю тебя, Господи, что вывел меня из тюрьмы. Благодарю тебя, что ты ведешь. Наполните сердце своей радостью. Вот у меня есть канон, написанный Андрея Критского. Я его возложу на три ступени. Этот канон, написанный Андрея Критского, он для оглашенных. Люди молотят, его никто не думает. 1200 лет, и никто не хочет понять, что этот канон написанный аналог «Помилуй меня, Боже». Почему «Помилуй меня, Боже»? Потому что вошел к чужой жене. Почему Андрей Критский написал? Потому что он написал анафему 6-му и 17-му собору. И теперь вот этот дух покаяния его обуял со всех сторон. А нам нужно теперь этот канон возвести на три ступени. Второе – благодарение. И третье – ангельское словословие. Те же самые слова, допустим, «Благодарю тебя». Первое. «Помилуй меня, Господи, я как неневитяне». А теперь второе. «Господи, благодарю тебя, что ты неневитян помиловал. Как ты щедр милостив». Благодарю тебя, Господи. Третье. «Как ты велик, наш Бог Иегова, наш Бог Савалов. А имя Твое Святый Господи. И ты неневитян помиловал. И я такой. Ты долготерпеливый милостив. Аллилуйя и слава». То есть третья ступень должна быть. Неоглашенный, поверенный. Молитва, трехступенчатый. Первое – покаяние. Второе – благодарение. Третье – словословие. Почему? Церковь молитву и Сыррея преобещает. Это слава Своя Сына и Святого Духа. Отец Александр тоже говорит «Яхва, Сущий, тот, кто есть». «Яхва». «Тот, кто есть». «Яхва». «Их как-то» «Эшер, Эхвэ», «Эшер». «Как же Иегова говорит?» «Яхвэ» правильно говорит. «Это вошло уже». «Это вошло уже, нам не изменить». «Иисус, а какой Иисус?» «Яхвэ» зачем он говорит? «Я знаю, но…» «А как же все-таки Иисус или не Иисус?» «Иисус». «Иисус». «Иисус» – это персия, да? «Назвальщик один, когда Серия Радничка слышит». «А я говорю, значит, двои персия, сегодня говорил уже, двои персия, в равной степени имеют элемент ереси. Запомните это. И так, и так. Самое правильное – это когда молятся католики. И слева направо. Почему? Очень просто. Божество бесстрастное, говорит Златоуст. А это показывает Бога человечество. Бога человечество не страдало. Страдало только человечество на кресте. Ну так же, Христос на кресте был распят. Бога человек, Иисус, более точно был. «Христос на кресте». «Я вам поясняю, как». «Теперь Троица не участвовала. Пять ран, которые нанесли ему на кресте, на вещественном. Это толкование Златоуста. «И ты, благодаря своим страданиям, переведи меня с погибельной». Но я так не молюсь, потому что я православный, я так научен, и так и буду. Но, и поэтому я веду себя очень осторожно. Я на Златоуст говорит, молились одним перстом. Да, Василий Великий, перстом осеняем чело. Не надо спорить. Князь Владимир молился так. Двумя просто. Сергий Радоничский так. А Сергий Радоничский так. И все святые. А что вы спорите-то? Идите в мир, проповедуйте Евангелие. Надо иметь Дух мирен. Радость. Не искать противоречия. А найдя противоречия, выявить его во свете Евангелие и отбросить. А то, как говорит, давайте говорить о том, что нас объединяет. Надо говорить о том, что разъединяет. А что объединяет, тут нечего говорить. Мы только целуемся, целуемся. Господи, парни. С мусульманами там, да? Мы вообще с ними как Христа не признаем. Господи, помилуй. Спасибо, Господи, за доброе слово. Он был охранителем. Спасибо от Христоса. Просите, Господи. Бог просит меня, просите. Так, просим молитву. Особенно 10 числа 00 на понедельник. Мы будем на границе стоять. Чтобы нас пропустили, а дальше все проще. Под Петра и Павла. А 11 июля помазание на царство Михаила Федоровича Романова. Воспоминание. Тем более 10 июня это память Игнатия Ростовского щедотворца. Вот почему, я в честь всего, нас называли в тот день, когда родился. Это мой святой. Слава Богу. И вы это вспомните. Все святые. 10 июня, батюшка, пересекаем. Июня. Июня. Да, да, да. Июня. Да, да, да. Вот уже скоро. Вот у нас, он в армии служил с такой бородой. Вы насчет бороды людям подскажите, чтобы никогда не брили, не трогали. Нельзя образ Божи. Брили, да не коснется края бороды твоей. А вот пострижение. Никак. Не портите края бороды твои. Давыд даже в земное Иерусалю не пустил. Но когда дочь Якова была изнасилована, она была обесчищена. А когда полбороды, написано очень обесчищена, хуже изнасилована. Когда обрил, там полбороды. Конечно, в земное Иерусалю не пустил, а мы, Господь, небесные. Не в бороде спасение, а в покушание. Продолжение следует...